Итак, друзья, всем привет! Небольшое видео про глубину резкости и про кроп. Это продолжение прошлого видео. На самом деле я поражен огромным числом неграмотных фотографов и невероятным числом фантастически нелепых комментариев, вплоть до того, что некоторым людям на кроп мешает фотографировать плотность воздуха, при этом на полный кадр она им не мешает. Поэтому пришлось записать это видео, чтобы нормальным ребятам объяснить раз и навсегда, что глубина резкости никак не связана с размером матрицы. На глубину резкости влияет только три показания. Это фокусное расстояние, относительное отверстие, то есть диафрагма и расстояние до объекта съемки, дистанция до точки фокусировки и ничего больше. И чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, и чтобы ребятам, которые нормальные, и которые просто в начале пути, чтобы никакие вот такие вот комментаторы не путали им голову, давайте разберемся в этой, на первый взгляд, сложной формуле, но вы сейчас все поймете. Это формула расчета грипп. У нас рассчитывается R1 и R2. R1 это начало до расстояния глубины резкости, а R2 это конец глубины резкости. То есть, условно говоря, мы знаем, что до начала глубины резкости у нас 5 метров, а до конца глубины резкости у нас 7 метров. То есть глубина резкости у нас получается 2 метра. Все это очень просто. А теперь смотрите. У нас есть R обычный, без цифр. Это дистанция фокусировки, то есть расстояние до объекта съемки. Есть F, это фокусное расстояние. Есть K, это диафрагма. В формуле, которая призвана рассчитать глубины резкости, нет ни слова о размере матрицы, или размере пленки, или еще чего-то. Но есть последний показатель, и многим он, думаю, может быть непонятен и незнаком. Это что такое кружок нерезкости. В большинстве фотошкол, в том числе и в моей, чтобы не забивать голову начинающим ребятам ненужной информации, принято говорить, что глубина резкости это такая зона, внутри которой все одинаково резко. То есть, если, допустим, у нас зона резкости несколько сантиметров, сантиметров 10, мы сфокусировались на глазу, но у нас и нос, и ухо получились в резкости, а задний фон размыт, то принято считать, что все одинаково резко. Но на самом деле, если мы возьмем именно с точки зрения формул по-научному, то глубина резкости существует, максимальная резкость существует только именно в той точке, на которую наведен фокус, и нигде больше. То есть, это очень важно понять, ребят, если вы сфокусировались на глаз модели, у вас на фотографии и ухо, и нос в резкости, на самом деле у вас в резкости, в настоящей резкости, только та точка, тот миллиметр, на который вы навели резкость. То есть, все остальное начинает немножечко размываться. И сейчас такое размытие, которое человеческий глаз не замечает, называется глубиной резкости. Кружок рассеяния – это минимальный диаметр нерезкого кружка, заметный глазу. То есть, как только наш глаз стал различать, что пошла какая-то легкая-легкая нерезкость, все, гриб кончился. Гриб – это понятие относительное. И человек с худшим зрением, у него гриб будет всегда меньше, чем у человека с хорошим зрением. А теперь очень важно, пока кружок рассеяния меньше размера пикселя на матрице фотоаппарата, все точки внутри гриб на фото будут одинаково резкими. То есть, такой показатель, как кружок рассеяния, привязан только к размеру пикселя и ни к чему больше. Никакой привязки к самому размеру кадра нет. А это значит, что в формулах, написанных в научных книгах, в книгах по оптике, нет ни одной переменной, хоть как-то связанной с размером кадра. И ни в одной книге по оптике, ни в одной серьезной статье, ни в Википедии, ни в каких других нет ни одного упоминания, которое говорит о том, что размер кадра как-то влияет на глубину резкости. Единственное, на что влияет размер кадра – это масштаб изображения. Что это значит? Так, мы берем два абсолютно одинаковых объектива. Одна и та же диафрагма, одно и то же фокусное расстояние и одно и то же расстояние от фотографа до объекта съемки. Это значит, что глубина резкости будет абсолютно одинаковой. Так вот, мы получим одинаковую глубину резкости, но мы получим разный масштаб. И с этим спорить глупо. То есть у фотографов с кропом и полным кадром, стоящим рядом, глубина резкости будет одна и та же, но разный масштаб. И у фотографа с кропом существует только два способа, чтобы получить тот же масштаб. Это первое. Сделать пару шагов назад. А значит, у нас изменится один из трех критериев. У нас увеличится расстояние до точки фокусировки. Либо второе. Одеть объектив с меньшим фокусным расстоянием, а значит, у нас опять изменится один из трех критериев глубины резкости. Но если масштаб устраивает и того, и того, то у нас получится абсолютно одинаковая глубина резкости. И еще раз для тех, кому очень сложно. Независимо от того, какой у нас гриб, метр, два или десять сантиметров, максимальная резкость находится только в той точке, на которой произошла фокусировка. После этого потихонечку, очень незаметно происходит легкая расфокусировка. Все объекты хоть на миллиметр дальше от точки фокусировки, они слегка не в резкости. Но эта не резкость незаметна глазу. Как только эта не резкость становится заметна глазу, значит, называется, что гриб закончился. Когда снимали на пленку, был высчитан этот размер, который всеми людьми считался незаметным, а потом уже кто-то мог заметить, что пошла расфокусировка. Но когда мы снимаем на фотоаппараты с матрицей, все намного проще. Пока кружок рассеивания меньше размера пикселя на матрице фотоаппарата, все точки внутри гриб на фото будут одинаково резкими. Это значит, что на фотоаппаратах с маленьким размером пикселей кружок рассеивания раньше станет больше, чем размер пикселя. То есть гриб раньше закончится. То есть на фотоаппаратах с меньшим размером пикселей гриб меньше. А сейчас очень важный момент. Какая одна из самых распространенных претензий к кропу? То, что матрица меньше, а значит сами пиксели меньше. А раз пиксели меньше, значит кружок рассеивания раньше станет больше размера пикселей. значит грипп кончится раньше значит в большинстве случаев на кропе глубина резкости будет меньше несмотря на то что в этих формулах есть такая переменная как z диаметр кружка не резкости а мы уже поняли что кружок не резкости зависит от размера пикселя фотоаппарате теоретически да мы можем стебаться над фотографами теоретиками которые с пеной у рта доказывают что на полном кадре размытие больше чисто по формуле размытие на кропе получается немножечко больше потому что размер пикселей меньше но в реальности разница этого это разница этой переменной настолько незначительная что ее можно не учитывать разумеется грипп никак не связан с размера кадров ни в одном из своих видео ни разу в жизни и нигде никогда не заявил что кроп лучше полного кадра вообще сам факт попытки объяснить что лучше или хуже это очень неправильно то же самое что сравнивать что лучше ламборджини или камаз за все зависит от того какие у вас задачи во всех своих видео когда я говорю что техника не так важно что фотоаппарат вообще не так важен и что меньше заморачивайтесь о всей этой хрени а я обращаюсь к практикующим адекватным фотографом всегда и хочу объяснить что в большинстве случаев 95 процентов фотографов ваши фотографии смотрятся на телефонах и смотрятся на экранах с разрешением 1920 на 1080 и в большинстве случаев в подавляющем большинстве случаев не калиброванных и хрен пойми с какими настройками и когда какой-то фотограф теоретик заявляет что если твою фотографию увеличить и что там увидеть у меня один единственный вопрос на хрена и и увеличивать если вы нормальный фотограф снимающий для того чтобы делать хорошие приятные людям фотографии вы должны понимать что техническая составляющая фотографии именно техническая не так как некий интересный человек не написал под техническим пониманием и освещение и композицию прочее именно техническая составляющая то последнее что вас должно волновать потому что люди будут смотреть это кто не знает более 80 процентов просмотров вконтакте и во всех остальных соц сетях происходит с телефона люди ваши фотографии будут смотреть в на экранчике размером 5 на 5 сантиметров именно это я имею ввиду что крутизна фотоаппарата что размер его матрицы и прочая хрень интересно только фотографам теоретикам которые знают все фотографии но не знают одного как сделать фотографию которая наберет много лайков которые понравятся людям которые заставят людей подписаться на них если вы хотите быть теоретиком очень важно купить средний формат очень важно покупать лучшие объективы очень важно иметь все самое лучшее и не иметь ни одного лайка на фотографии если вы хотите снимать фотографии которые будут нравиться людям последнее на что вы должны обращать внимание это какой у вас фотоаппарат и прочая мелочь и поражает когда люди сравнивают фотографии с кропа из фотографии с полного кадра не учитывая объектив встретились два фотографа у 1 50 миллиметров 1 и 2 элька а у 2 китовый объектив 17 55 миллиметров они делают фотографии и приходят к выводу что кроп хуже чем полный кадр проблема не в том что здесь был кроп или не кроп автор в том что у фотографа с кропом был отвратительный объектив еще меня восхитили люди ко что они не пишут в доказательство того что размер матрицы влияет на глубину резкости они мне говорят сделай фотографию на телефон с малой глубиной резкости во первых видео будет ссылка на фотографию сделанную на телефон с малой глубиной резкости где фон размыт не хуже чем на полный кадр сделано это благодаря тому что объект съемки находится очень близко к матрице а это один из ключевых показателей один из трех показателей и вы можете открыть эту фотографию видеть что на телефон можно сделать фотографию с малой глубиной резкости но почему-то эти люди не учитывают что там стоят объективы совершенно с другим фокусным расстоянием если на телефон как-то технически одеть объектив от полного кадра и сделать фотку одного и того же предмета с одним с одного и того же расстояние глубина резкости будет одинаковая но масштаб будет грандиозный да потому что из-за того что матрица маленькая чем меньше матрица тем больше масштаб фотографии почему вы когда приводите свои непонятные примеры с фотками на телефон не учитывайте что там совершенно другое фокусное расстояние в объективах фокусное расстояние измеряется в миллиметрах не может быть 200 миллиметров маленьким объективом не может в фотоаппарате не может в телефоне стоять малюсенький тоненький объектив 200 миллиметров 200 миллиметров этой в африке 200 миллиметров и в телефонах стоят совершенно другие объективы а фокусное расстояние это один из трех ключевых показателей глубины резкости Надеюсь было полезно. Пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо.